Желаю здравия! Вы на канале Доктор Реабилитолог. Сегодня мы вам покажем один реабилитационный аппарат, который называется Глареха. Или другое название роботизированная перчатка Глареха. Причем использует этот аппарат? После инсультов, после сотрясений, ДЦП, при неврологических заболеваниях, таких как Паркинсон, рассеянный склероз, другие нарушения координации, также использует после ортопедических и хирургических операций в восстановительный период. Также использует после ортопедических и хирургических операций в процессе реабилитации, в процессе восстановления. Как вы сейчас видите, эта специальная перчатка надевается на руку. Причем есть три размера этой перчатки. Есть детский размер, поэтому можно заниматься и детьми с ДЦП, например. Одевается на каждый палец. Можно еще отдельно фиксировать, как видите на видео. И перчатка подключается к компьютеру, на котором есть специальная программа для управления этой перчаткой. Специальный моторчик, который можно индивидуально настроить. Видите, как физиотерапевтка настраивает эти пальцы. То есть там регулируется длина, скорость, сила. И пациент смотрит на компьютер и выполняет специальные упражнения по той программе, которую выберет эрготерапевт. В лечении пациента могут использоваться комбинированные упражнения. Такие как сгибание, разгибание. Можно заниматься с одним пальцем, можно с несколькими. Что еще хорошо в гларахе, это то, что можно заниматься движением в запястье. Сгибание, разгибание. Причем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Также супинация, пронация запястья. Перчатка сделана таким образом, что покрывает тыльную часть руки, а оставляет свободной ладонь. Это позволяет мягко действовать на кисть и при этом позволяет человеку самому делать какие-то движения. Еще с положительного есть то, что можно использовать две перчатки на две руки. Для улучшения эффекта можно использовать также аудио и видео эффекты, которые позволяют лучше двигаться пальцем. Что еще с хорошего? Низкая травматичность, легкая перемещаемость перчатки. То есть можно заниматься и с лежачими пациентами. Очень часто занимаются с пациентами на инвалидных колясках. То есть подъехал к столу, сел, фиксировали перчатку и начал двигать. Но хотел бы сказать, что Глареха и подобные аппараты ни в коем случае не заменяют работу эрготерапевта или физиотерапевта. Они хороши для того, чтобы прогреть кисть, размять. А дальше непосредственно индивидуально занимается эрготерапевт. Еще раз кратко показания к занятии на аппарате Глареха. Инсульты, травмы познаночника, в частности С, то есть шейного отдела. Неврологические серии, рассеянный склероз, Паркинсон, периферические нейропатии, различные опухоли. Ну и после ортопедических и хирургических операций. На этом у меня все. Не забываем подписываться, ставим лайки, колокольчики. Удачи!